Ребята, всем привет! Вы на канале Себя на чемоданах и сегодня необычный выпуск. Я хочу вам показать номера, которые сдаются вот в этом отеле. У нас просто сейчас друзья сюда заселяются, мы тоже приехали на вершину флакона погулять. Как здесь вообще сейчас атмосфера, вы можете посмотреть в предыдущем выпуске, если вы хотите еще приехать покатать. А я хочу вам показать отель внутри и показать номер, что они предлагают за эти деньги. Поэтому садитесь поудобнее, заваривайте себе чай и погнали! Мы сейчас зимуем в Сочи, но не об этом. В 2019 году мы пропутешествовали весь Крым, снимая отели, гостевые дома, ну в общем недвижимость. В 2020 году мы пропутешествовали Крым путем бомжуя в Крыму, мы путешествовали с палаткой. Вообще зашло. И вы знаете, Крым это удивительное место, очень интересное, но там есть и вопросы, и затыки, которые нам приходилось решать в 2019 году и в 2020. Так вот, мы написали свой собственный гайд авторский, который поможет вам пропутешествовать Крым с легкостью, с наслаждением. Вы кайфанете. Приобрести наш гайд можно очень просто, просто написав нам в директ. Почти 100 страниц, весь наш опыт, около 150 локаций. Путешествуйте. Итак, это вход, здесь ноутборды сушатся, здесь есть такой ресепшн, челлаут зона, на котором можно заказать себе чай, кофе. Очень смотрится все красиво, есть даже пауэрбанки, можно взять в аренду. Да, камера на розахутор, очень красиво и интересно. Вот сейчас подписываем доки, и мы сразу двигаемся. Заселение, это ваше? Да. Вот сам БАТ, в общем, сейчас проходит какой-то инструктаж. И мы с вами начинаем двигаться. Вот тут есть даже лифт, серый, серый мрачный коридор. Так, ну из плюсов, сразу сходу, да, можно заметить, что есть кулер, который наши детвора уже атакуют. Вот, он бесплатный, можно сразу по приезду, запыхавшись, попить водички. Пойдем, ребята. Кстати, мы здесь в лифте где-то застряли, я помню. А вы тут уже жили? Да. Вроде, вроде, вроде. Здесь какой-то... А, здесь, смотрите, есть душ. Так, интересно. Агнесса! Здесь вот такая зона лифта, лифт на четвертый этаж. 400. 400 какой? 10. 410. Я вас запалил, где вы живете. Вот так вот. Мисочка, не надо. Ну понятно, все эти правила, вот, полтора метра. Отойдите от меня на полтора метра, пожалуйста, ребята. Ну, лифт позволяет. Кажется, кто-то лифт. Так, ну что, давайте посмотрим, как нас сейчас встречает этаж. Я здесь ни разу не был, но ребята прям хвалят. Ну, мы как? Сейчас все протестируем, да? Необычный выпуск в стиле рум-тура. Так. Ну, попадаем на этаж. Слушайте, мне очень нравится. Это вот моя такая любимая цветовая палитра. Красиво расписанные двери. Вы посмотрите, как интересно это все смотрится, да? Обратите внимание, номера все тематические. И вот здесь, здесь вот в стиле это, во все тяжкие. Вот. Или нет, или я их перепутал. Ну, в общем, смотри, сейчас там... Все современно по карточкам. У самбата нет карточки, поэтому уходи. Так, ВОЗ, нас запустили. Так, здесь, конечно, галдеж. Сейчас я разуюсь и будем продолжать. Так, ребята, смотрите, данные номера, они, как ты сказал, двухблочные, да? Двухблочные типа, один общий коридор, две комнаты и санузел. Да, то есть вот две комнатки, там есть санузел. Ну и, конечно, да, всех интересует, какие санузлы. Это самый главный вопрос, особенно для дамочек. Правильно же? Заходим, сразу смотрим. Во, видишь, даже ковер персидский постелили. Все отлично, интересно. И туалет, и раковина, и, конечно, я. Вот, даже есть друг под... Друг подруг фен. Все работает. Не дай соседу воспользоваться этим полотенцем. Вот так вот, видите, забери его в комнату. То есть, если вы сюда приезжаете и, допустим, просто берете один номер, то есть у вас будет общий душ и туалет, да? Поэтому здесь и есть вот эта вот табличка. Но так как ребята еще дополнительно с друзьями, поэтому у них своя комната, у друзей будет своя комната. Здесь чисто, приятно. Сразу же включился подогрев полов. Значит, такой стиль, если на входной двери был один рисунок, да, то, соответственно, здесь тоже будут рисунки. Вот такие вот в этом же стиле. Вот прям над кроватью будет вот такая вот синяя история. Отличная вот этот подход. Прям очень приятно, что сразу есть вода. Если вы пока разгрузили тачку, естественно, сразу можно попить. Отлично. Доставка, рекламки всякие различные, стол, два стула, чистые полотенца. Как в Турции, видите, смотрите, задвоили кровать. Вот, широкий толстый матрас, это классно. Ну и самое ценное, конечно, это шкаф. Но это шутка, не самый ценный шкаф. Самое ценное сейчас я вам покажу. Обычный шкаф, все чистенько и аккуратно. Ну а теперь мы идем с вами на самое крутое, что может быть, ребята. Только посмотрите на этот бомбический вид. Ну и немножко смущает то, что все серое. Ну и ладно. Досмотрите выпуск до конца, я вам скажу цену этого номера. И вы просто охренеете от цены. Какая цена, учитывая, ребята, что сейчас еще идет пока сезон. Да, чуть-чуть не очень удобно, что балкон как бы к соседям. Ну и ладно, сюда люди приезжают отдыхать. Четвертый этаж. Классно, серпантин, откуда вот мы приехали. Видите, как дорога идет. Но какой тут вид. Просто нереально. Облачками затянуло. Если была бы ясная погода, это было бы, ну я не знаю, что-то невероятное. Огонь. В общем, второй номер пока нет возможности показать. Но он такой же, там такой же маленький. Просто стоит кровать, шкаф, кровать. Единственное, что он без балкона. Здесь есть вид балкон, да, видовой. Тут будет только окошко. В общем, вот тут и такой коридор. Единственное, что на всех этажах почему-то только вот эта сторона, она тематическая. Здесь все вот так вот по-простому. Хотя нет, ну вот же дверь тоже тематическая. Вот, короче, где-то тематическая. Вот, прикинь, там вообще, там классные картинки. Ха-ха-ха. Так, вот на каждом этаже стоит кулер. Стаканчики все есть. Можно вот подойти водички, набрать мусор. Вот, видите, без тематики. Ну, не знаю почему. И также здесь вот вид чуть другой. Без балкона. Ну, конечно же, когда ребята заселились, я попросил самбата отснять их номер и вам тоже показать. В общем, смотрите. Вот такая комната. Две больших кровати их ребята соединили. Красивые рисунки на стенах. Такие интересные плафоны прямо на стене. Есть также стол, телевизор и даже чайник в этом номере. Шкаф. Балкона тут нет. Но зато есть окно с таким же прекрасным видом. Утром заваривайте себе чайочек или кофе и наслаждайтесь таким великолепным видом на заснеженные шапки Краснополянских гор. Как вам? Пишите в комментариях. Так, ребята, как я обещал в завершении данного выпуска с таким прекраснейшим видом на заснеженные шапки, но немножко грязноватые, не успели просто их походу помыть. Я хочу вам рассказать про цены, чтобы вы просто сейчас офигели от этих цен, которые здесь. Сейчас сам бат по полочкам выложит. Ну, не я, да, соответственно, расскажу. Давай. Если через booking бронировать, здесь номер стоит всего 1300 рублей. 1300, прикиньте. Да, 1300. На горы, на горы. Потому что мы приехали вне сезон. Почему еще сезон? Еще катаются? В принципе, да, еще катаются. До 15 мая. Да. Но это мы брали без вида номер, который смотрят во двор. Но так как тут номера, видно, свободные есть, они нам просто взяли и улучшили бесплатно. Вот так вот, прикиньте, бесплатно. За 1300. А сейчас расскажи, что в это 1300 входит? От чего я офигел? Проживание здесь в булочном номере. Подъемник до Олимпийской деревни. Подъемник. Первый этап бесплатно. И еще, ну если это не точно, но в прошлом отеле бесплатный трансфер до моря. Прикиньте. До Олимпийского парка. За косарь 300, косарь 300. Вот тут соседний отель, там 12 тысяч в сутки стоит. О, 12 тысяч. 1300, пожалуйста, если вы там не в палочку пожить с соседями и через стенку, то почему бы и нет. Блин, есть особенно, если вы приехали просто погулять, просто покатать. Ну это же красота. 1300, правильно? Вообще. Все разрешают цыганским табором заехать. И мы все сюда зашли, все сюда сейчас зашли. Отсюда еще люди не выехали, а мы сюда заскочили в три семьи. Сколько у нас на общаг детей получают? Четверо. Так. Детей, да. Четыре с половиной же еще и в животе. И все голдим, короче. И еще, кстати, фишка. На территорию можно заехать на собственном автомобиле, завести вещи, да, к парадной прямо туда. И если ты платишь за парковку прямо на ресепшене, то это 350 рублей. А если ты просто приехал сюда погулять и хочешь на территорию заехать, то это 1200 в сутки. Ну, так вот, лайфхаки. Лайфхаки всегда в каждом выпуске, поэтому подписочка на канал радуйте, делайте репосты. Возможно, вы, возможно, ваши друзья обязательно хотят приехать покатать, пока еще есть остатки снега. Поэтому репосты там поддерживайте, делите минуту своего времени. Я с вами прощаюсь, увидимся уже завтра в новом видеоролике. Пока.